Всем привет, побыл неделю дома и надо опять куда-то ехать. Начинается у меня долгое путешествие в Красноярск, но в Красноярск я еду через Ростов-на-Дону. Почему в Ростов-на-Дону, вы узнаете в этом выпуске. А сейчас еду до одного человека, встреча с которым, конечно, будет сюрпризом. Потому что в Москве я не ожидал от него услышать, что я в Москве. Ну, сейчас увидите и все. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, а здесь такой лысого вида мужчина плотного служения и сидит в рубашке? Мы приехали сюда на фигурное соревнование по конке беженого спорта, но коней не нашлось. Поэтому мы играем в бильярд. Сейчас я забью по-быстрому. Ну что, ребята, посмотрел я на игру профессионала. Скажи же, что больше всех шаров закатил. Поэтому в сборную беру. Да, в сборную по литерболу. Ты до какого числа? До 12-го. До 12-го, да? Но получается, что мы с тобой уже здесь не выпьем. Нет, здесь. Может быть, я останусь, посмотрю. Ну, может, и нет. Ну, понимаешь, я всю основную нагрузку на печень на Красноярск сберу. Ну да, я понял. Ну что, ребята, наша короткая встреча состоялась. Да. С сожалению, пришли к выводу, что в Москве мы так и не выпьем. Но зато с Вадиком встреча будет. Ну, как говорится, ждем в Красноярске. Тебя, меня. И тебя, и себя, и всех остальных ждем в Красноярске. Я, ребята, туда на недельку, как говорится, до 2-го я уеду в Пугачево. Что, на дочь уходишь? К Манскому. Страх и ненависть в Пугачево. Ну, ладно, Жек, давай. Рад был видеть. У меня, ребята, сейчас такси тоже подъедет. Короче, ребята, я лечу на Победе. И вот там есть такое объявление. Ручная кладь проводится только в багаже. Ну, там до этого написано негабаритная. Как говорит Вадик, сраная победа. Короче, ребята проверяют на габариты. Я с постной рожей иду, ну, посмотрите. Регистрация. Здрасте. Ага, спасибо. Все. С постной рожей прошел дальше. Хотя, должны были задержать и тоже проверить на габариты. Хоть бы кто-то сказал, что снимать запрещено. В Красноярске, если бы я, допустим, телефон или камеру достал, вообще бы сейчас сказали бы, что это. Здравствуйте, ваш посадочный талон. Как главный этот террорист. Здравствуйте, ваш посадочный путь. Добрый день. Большое спасибо. 29F. Ну, что, ребята, хорошо. Сейчас пока пилот обращается. Хочу вам сказать, что впереди, если есть свободные места, я говорю, спрашиваю, можно пересесть? Нет, только согласно не купленных билетов. Мы, говорится, взлетим и пересядем. Вот. Первое наблюдение. Зашито. Зашито здесь ничего туда не положишь, потому что на Победе вроде как не кормят. Те там говорят, что у Михалыча пуза мешает нормально и даже похудел и на 5 килограмм. Ну, давно похудел. Вот. И ремень мне даже не нужен, длинный для ремня. Спасибо. Не знаю, почему Победу ругают. Очень хорошо. Спасибо вам. Я думал, что на Победе какие-то, я не знаю, там узкие кресла или что-то еще. А, в принципе, все то же самое, только не кормили. Ну, и пересаживаться не давали. Я сейчас понимаю, что цена билета, это как доехать на автобусе. Ну, я не знаю, ну, до того же Ростова на Дону. Те же самые деньги, а получается, что ты всего полтора часа, да и ты здесь уже. Хотел сказать, как в лето прилетел. Да какое в Москве такая же погода. Но здесь чуть потеплее. Все, ребята, приехали за мной. Как говорится, а как узнать, а как узнать, зрители канала. Добрый день, Василий. Здравствуйте, здравствуйте. Что помчали? Ага. На приключениях. Короче, я, ребята, объясню, в чем суть была. Позавчера, да, позавчера прилетает Донат один за другим. Ну, я понял, что сегодня не зря стрим запустил, а потом прилетает от Василии, Василий Ростов, а, Вася, Вася Ростов. Да, Вася Ростов. Да, Вася Ростов. Прилетает 12К, но это еще не первое, но не последнее Донат. Прилетай в Ростов. Ну, почему бы нет, ну, думаю, конечно, лететь нужно. Собираемся и едем. Да, собираемся и едем. Вот, я говорю, ну, давай, в середине июня. А потом еще прилетает столько же. Короче, ну, понимаете, вот знаете, как, сейчас там скажут, вот Михалыч, как это, эскортница элитная вызывает его в этот, так, а у нас всех артистов так, у нас все артисты так по вызову. Пригласили, вот ты мне скажи, ты зачем? То есть зачем? Вот зачем, зачем пригласил? В гости посидеть, пообщаться, пивка выпить посидеть. Ты неправильно, Вася, отвечаешь, надо отвечать, потому что могу. Ну, это, это само собой. Можем и умеем. Можем и умеем. Короче, сейчас едем в Ростов. Там нет, какая разница, я, ребят, Вась, на самом деле, спасибо тебе за билет еще в Красноярск. За то, что, за то, что на дорогу в Красноярск еще проспонсировал. Вот, поэтому, моя дорога в Красноярск, как я и говорил, начинается через Ростов-на-Дону. Говорит, погнали. Мы, ребят, за раковью поехали. Слушай, Вася, что за салют? Михалыч прилетел? Да, 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 сейчас будем. Сейчас посмотрим. Вон, ребята, я не знаю, видно, да видно, наверное. Салют, как говорится, в мою честь. В честь чего салют-то? В честь столетия военного укрога ЮФО. О! Ой-ой-ой! А сколько их тут будет, где-то ориентировочно примерно? Ну, где-то килограмма два. До трех килограмм. Другой. Делаем. А ты что смотришь, что у них? Живые. Маркировку? Не, живые, не живые. Ребята, раки красивые, когда ты сидишь в баре Жигули, тебе их приносят в ведре, и ты их ешь. А они когда живые, что-то не вызывает какого-то доверия. Ну что, ребята, интрига продолжается. На машину сел третий человек. Три человека, ранее не знавшие друг друга. Их обвиняет только стрим Евгения Пантелейкина. Едем мы сейчас куда? Едем сейчас за пивом. За пивом, да? Да, берем пиво и едем варить раков. Сколько их варить? Полчаса. Полчаса. Они даже, чтобы они покипели хорошо. Черной икрой. Ох ты. Ну а она съедобная икра у раков? Да, конечно. Деликатес? Ну почти что. Сколько полезного мяса из этой кучи получится? Вот допустим, 3 килограмма? Шейха, лавка. Ну, из 3 килограмма может быть полкилограмма. А там точно, не знаю, никто не мерил их. Немножко чесночка. Но это уже на вкус и цвет. Ну это твой рецепт? Да. Ну в принципе да, я считаю, что чесночок не помешает. Немножко добавил кусок. Ну они варятся моментально, свариваются, да? Ну. Ну я к тому, что не мучаю. Красный, да. Ну конечно. Они быстренько сажут и все. Я уже знаешь, что я думаю. Сейчас бан прилетел, думаю. Сейчас за насилие над животными еще кто-нибудь там пожалуется. Есть, короче, в диетической психологии такая штука, что черная тарелка менее аппетитна, чем белая. Поэтому надо на черной тарелке есть. Вот. И здесь тоже все. Я сейчас дам черную тарелку. Да? Не переживай. Зелено идем. Вот. И здесь, когда красные раки, они гораздо вкуснее, чем зелено-серые. Сейчас ребята покажут, как правильно есть раков. Я один раз ел раки в этом ресторане Жигули или в баре Жигули. Ну короче, и больше не помню. Я что-то забыл с того момента. Так. Берем раков. Вот эти вот клешни, самые вкусные. Их высасываем, вкусываем. Икра, смотрите, ребят. Ой-ой-ой, она же черная была. Была черная, стала красной. Да. Варится, стала красной. Вот единственный минус, да? В дешевле. Да? Потом берем вот так вот ломаем их. Ой-ой-ой-ой. А, мы еще оттуда, да, высасываем? Да, потом берем вот так вот их чистим. Хвостики. Вот, разламываем. Вот так вот вычешаем этот хвостик, вытаскиваем. Вот, и отсюда вытаскиваем кишку. А, вот это тоже кишка, да? А остальное все можно есть. Ну, здесь кто как, кто ест, кто не ест. Ну, вот, ноги выкидывают. А это что такое? Лили? Ну, это получается, как бы грудка, да, вот грудка внутренности. А здесь вот обычно скапливается этот вот жир. Ну, сейчас его, конечно, нет. Потому что весна, он сейчас рогуляет, поэтому нет еще жира. Ну, вот, в принципе, такой принцип. Некоторые еще и кушают вот эти вот маленькие лапки, тоже высасывают. Ну, там, на этом уже нет, в этом бессмысленно. Ну, ну, ну. Слушай, вкусненькая штучка. Вкусненькая. О, слушай, тоже. Заворачивай только ее. О, оно. Ой, слушай. Как манты. Ага. Или химкали. Манты-бар. Из шейхи, вот этой вот тоже вот так вот. Ага. Ну-ка. Ну, там меньше все, да. Ну, да, а здесь больше. Так, а теперь мы ломаем вот эту штучку, да? Да. Вот эту вот берешь вот так вот, да, и отламываешь. Здесь я понял, что здесь самое главное, ребята, не съесть кишки. Ой, она шевелится еще. Не мух. Ой, 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 ой. Я, я, я не понял. Вроде рак такой большой, а полезного мяса здесь, в принципе, раз-два, я пчелся. Я что-то понял, в чем прикол в раках. Короче, ребята, родненькие, ну, спасибо вам за все. Просто спасибо вам. Вот, спасибо, просто. Вам спасибо. День первый у нас удался. Ну вот, едем дальше. Завтра у нас будет день второй. Подписывайтесь на канал, блядь, Евгения Платонейкина, блядь. И продолжаем дальше. Вот такие посиделки у нас. Я даже не знаю, что сказать. Камеру включил, а сказать-то нечего. Ну, проснулись. Время в 4 часа утра. Ой, вечера. А какая разница? Разницы нет. Потому что мы вчера до 7 утра сидели. И разницы не было, что 4 утра, что 4 вечера. Короче, ребята, сегодня должны были пострелять по тарелочкам. Да че, на самолет не попадая, если по тарелочкам стрелять будет. Вот. Андрюха тоже, видимо, больной, с больной головой сидит. Вот. Вася, ты че готовишь? Я готов, ребята, сейчас перепустить, покушать. Вот так вот. Мясо, как известно, свинья. Ну, а что еще? Готовить. Ну че, ребята, выезжают в родные края. Димбеля, димбеля, димбеля. Все, все напоминает о том, что в ближайшее время здесь будет проходить чемпионат мира. Короче, ну че, я думаю, что, Вась, думал, что пришло время выпить здесь Миллер. Добре, да, мне мешаются в кармане. На, ребят, все, едем. Вот, к Платову подъезжаем, ребята, вот он так выглядит. Ну, скажи, что заебись, аэропорт был бы в центре еще, в цену, и на их пути цены бы ему не было бы. Ну, или хотя бы в черте города. Тогда же вы говорить, ты будешь нормально. Города, блин, о, г, города, блин. Города. Вы не скажите, это вам с молоком матери? Охрен его не знаю даже. Ни хрен, а грен. Охрен. Счастливо, хорошего полета. Летишь, позвонишь. Ну че, ребята, я считаю, что аэропорт готов к приему гостей. Чисто визуально. Практически один в один аэропорт похож на Красноярске. Только здесь нужно на третий этаж на вылет идти. Сейчас на предполетный, так сказать, досмотр. Хер пойми, как засняли. Красиво. Красивенько получается. Между прочим. Ладно, идти надо на посадку. Жена, у меня временной не остается. Хотел сказать, это тот момент, когда тебя ждет весь самолет. На самом деле, проще перепутал. 15-й выход с 18-м. А здесь еще судятся все. Я думаю, все лежи все. Да мы тоже так думали. Может вернуться, может стал отпопить. Еще 10 минут есть. А? Держи. И давай, и убежим. Пойдемте. Просто одним страшно. А вы сейчас снимаете это все? Конечно. Да. Для фотоистории это все. Вот управление, а где снимаете? Давайте выясним, у кого больше, где есть с собой. Винок. А у него внутри много. Нет, внутри. Внутри у всех много. Вы посвящили, посвящили мать. Господи, сколько сколько. А я говорила. У вас еще есть время сбегать вот туда. И взять мужик конец. И они пустят, они берут пассачную трубу. Ну и они ему отрубят. Не беспокойтесь. Лететь всего 2 часа. 1 час 45. Не курить, не пить. Не курить, не материться. Да, зачем разбивать-то? Я его не ремонтировал за 14 тысяч. Так я его убрал. Ну а зачем им бить-то? Короче, ребята, тут туристы тоже. В Волгоград приехали с туристической целью. И камеры бьют другим туристам. Ну, в Волгограде все очень агрессивно были. Ну, я заметил. Ну что, ребята, короче, отобрали ручную кладь. Ну, двух тоже отобрали. И сказали, что ну, не будем. Дамы и господа, прошу вы принимаете внимание. Наверное. Добрый вечер, дамы и господа. Командир корабля. А, хорошо. Добрый вечер. И ваш рада приветствовать. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах за стекнутыми безопасностями до выключения светового табло за стеклоте.